Есть ли идеи у ведущего и гостя, как побороть эпидемию спида в Российской Федерации? Хочешь начать? Я могу начать. Не, у меня здесь особых идей каких-то нет, я, может быть, прокомментирую что-нибудь. Окей, ну, в первую очередь, это секс-просвет, а не то мракобесие, которое транслируется с телевизора. Людям нужно объяснять вообще, как венерические заболевания передаются, а не заниматься вот этим безумием, рассказом о том, что не нужно заниматься сексом. Я собственный опыт могу пересказать. Я год учился в канадской школе, в очень хорошей. У меня при этом есть очень много плохих отзывов про нее. Что за город? Appleby College, это под Торонто, оквилл, лучшая школа канадская. Я там ровно год проучился. Интересно. Мне там не понравилось, потому что наркотики были и прочее. И потому что я после домашнего образования воспринимал просто как какой-то кошмарный ужас. Но там была одна очень правильная вещь. Ты заходил в уборную, и там была профилактика, находилась бесплатно. То есть мог ребенок, учащийся, получить презерватив. Это то, что в России на ключевом обе создался огромный-огромный скандал. Это просто правильно. Правильно объяснять людям, как пользоваться своим телом. Правильно объяснять людям, как себя защищать от венерических заболеваний, чтобы не было того кошмара, который происходит сегодня в России. Потому что я, может, такую личную вещь скажу. Я регулярно проверяюсь, но я ни разу в жизни не болел венерическом заболевании. И, в принципе, для меня довольно удивительно, как человек может им заразиться. Потому что шаги профилактики, они элементарные, и может следовать каждый. Давайте мы... И чтобы поворотиться с эпидемией СПИДа, как и любых других венерических заболеваний, нужно секс-процветом заниматься. Не пропагандой того безумия, которым занимаются СЖВ, не пропагандой смеши каких-то там свободных отношений, если вам это не нравится. Я говорю совершенно не об этом. А секс-процвет, о том, как пользоваться своим телом, и о том, если человек принимает для себя какое-то решение, как он может себя обезопасить от заболевания. Вот этим нужно заниматься. Нет, я здесь ничего особо сказать не могу. Я не особо в теме. Я даже фильм «Друзья» не смотрел на эту тему. Вот я просто ничего особо сказать не могу. Ну, я поэтому хотел что-то хоть как-то вставить. Да, нет, полностью поддерживаю. Последняя реплика на этот вопрос. Как побороть эпидемию СПИДа и вообще любых подобных заболеваний? Не нужно принимать решения за людей. Помогайте им решать проблемы, которые те или иные решения могут повлечь. Доверяйте людям, помогайте им избегать ошибок, но отдавайте себе отчёт, что свободы без свободы на ошибку не бывает. Люди будут ошибаться, и нужно готовить их к тому, чтобы они допускали меньшие ошибки, а не больше. Ваток говорит, что нужно быть Кореей в плане экономического развития, а не в плане фертильности. А разве это не взаимоисключающие вещи? Есть исторические примеры или хотя бы понимание, как этого можно достичь, если вы начнёте по повышению религиозности? Насколько это возможно в текущей реальности? Реально интересно. Слушай, это вопрос, на который я бы больше разом ответил. Я очень быстро скажу, что примеров богатых стран с высокой фертильностью... Ну, значит, их просто не... Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, да. При этом у них там, если не закончится, у них разрушится всё. Если посмотреть на уровень образования, на количество наукометных производств, там ничего не получается. Я не согласен с ВАТО. Я не могу при этом сразу говорю, что это гипотеза, я не могу это подтвердить какими-то фактическими данными, но это вещь, о которой я очень много думаю. Снова то, о чём мы вчера говорили у Uber и маргинала на стриме подробно. Причина низкой фертильности в том, что ребёнок из экономического актива превратился в экономический пассив, то есть в абузу. Когда люди заводят ребёнка, они теряют в уровне жизни. И это тот самый экономический стимул, который демотивирует людей к размножению. Вы можете сколько угодно создавать права человека, защищать права ребёнка, вы можете выдавать материнский капитал. Всё это не компенсирует тот урон, экономический урон, который приносит заведение ребёнка в семью. Единственный способ, на мой взгляд, я об этом буду думать, эта мысль пока не додумана, но это мысль, о которой я думаю очень много, единственный способ исправить демографическую ситуацию в какой-либо стране – это сделать размножение снова экономически выгодным. К сожалению, люди, которые больше всего об этом говорят, не открыты тем путям, которые могли бы исправить это положение. Я понимаю, что это можно для будущей вывода сделать, я имею в виду гораздо более простые вещи. Есть аргумент, который я вчера, на самом деле, впервые сформулировал, который мне понравился. Помнишь, когда дебаты просверлены с Рудой мыли? Я сидел на перерыве. Рудой выдал такой дикий тейк о том, о каком генетизме русского народа вы говорите, если вот посмотрите, как и рождение. Есть причина. И все их перебили. Есть причина, почему в эпоху социального коллапса вырастает фертильность. Мы это наблюдали в Советском Союзе, мы это наблюдали в Китае в эпоху великого прыжка вперед культурной революции. Мы это, кстати, наблюдали практически во всех странах, где происходил социальный коллапс, вырастала фертильность. В России она не вырастала просто потому, что компенсировалась очень сильно. Нет, после Первой мировой, после гражданки, у нас была чуть выше фертильность, чем до Первой. Она начала... Нет, я именно про социальный коллапс говорю, не просто про войну, а про социальный коллапс. Ну, после гражданской войны и коллапс. А, да, после гражданской войны. Нет, смотри, просто есть исследование, которое показывает, что перед Первой мировой очень медленно шло снижение, после гражданки она вернулась... Вот у меня есть гипотеза, почему так происходит. Ты же прав. Что? Ты же прав насчёт возвращения, да. У меня есть гипотеза, почему. Не просто как бы причины, а глубинные причины. Потому что в этот момент происходит разрушение норм, норм, которые и превращают ребёнка в абузу. Я имею в виду в широком смысле. То есть те нормы, которые сегодня сковывают семью среднего достатка, нужно дать образование, нужно дать определённый уровень жизни, нужно определённым образом себя с ребёнком ввести. Это всё экономический стимул к тому, чтобы человек был демотивирован ребёнка заводить. Когда происходит социальный коллапс, разрушаются нормы, человек перестаёт быть скованным этими условностями. И, соответственно, ребёнок перестаёт быть абузой. И есть ещё одна иллюстрация, почему мне кажется это верным. Если вы посмотрите на семьи, которые не на средний класс, в широком смысле, не на богатый и средний класс, а на людей, которые прорвались до уровня сверхбогатых или очень богатых людей, мы обнаружим, что там-то проблем с вертильностью никакой нет. У Дональда Трамба очень много детей. У Миттеровни очень много детей. Возьмите любого миллиардера, у них очень много детей. Почему? Потому что рождение ребёнка не разрушает их уровень жизни, то есть не является этим экономическим стимулом, демотивирующим, в первую очередь. Во-вторых, потому что они от большого количества норм могут откупиться деньгами. И это является экономическим стимулом. Я сейчас только что говорил, что учите экономику, чтобы понимать, как работают стимулы. Не решите вы вопрос фертильности государственными регуляциями, потому что именно эти государственные регуляции и являются причиной, почему фертильность падает. Мне кажется, это в принципе, не знаю, тезис, который заслуживает обсуждения. Я его не готов обсуждать. У меня, кстати, есть... Я сказал, что это гипотеза. У меня, кстати, хороший знакомый, давний знакомый, он изучает как раз экономику семьи на таком серьезном уровне в университете северо-восточном. Ну, это не супер-пупер, но это вот там самое лучшее, что после супер-пупер в Америке идет. Может быть, вам интересно даже будет с ним когда-нибудь поговорить. Ну, в общем. Да, значит, так что... Ну, вообще, тема сложная, большая. Я просто хотел сказать, что Менделеев, по-моему, был 14-м ребенком в семье или что-то такое. Менделеев был из богатой семьи же. Ну, как сказать, это был скорее такой или нижний-высший класс, или верхний-средний класс. Но тогда эпоха была, тогда семья была гораздо свободнее. Она не была обременена в ложестве. Ну, там был как бы такой... По-моему, он был, знаешь, он, по-моему, был директором гимназии. Ну, то есть это был, да, обеспеченный человек, но не сверхбогатый, естественно. Эпоха была другая. Тогда не было тех норм, которые существуют сегодня. То есть, ну, буквально... Ну, были какие-то другие, понятное дело, но, может быть... Они были менее разрушительными. Ну, может быть. Ценностей, ну, оценок и так далее. Не хочу сейчас сюда уходить. Я не спорю, но как бы просто отдельно... А я, в свою очередь, акцентирую внимание, что это гипотеза. Я не уверен, что я пока могу ее доказать против какого-то очень сильного оппонента, но это то, о чем я думаю. И когда вы понимаете, как работают экономические стимулы, когда вы понимаете, как работает экономика, вы начинаете по-другому смотреть на некоторые вещи. И когда вы регулируете ребенка, вы его просто выживаете из существа. Ну, может быть. Но проблема в том, что вот в этом традиционном обществе воспитание ребенка, оно тоже регулировалось, но в основном, традиционными нормами. Ну, грубо говоря, нельзя было просто съесть ребенка, в конце концов. В любом случае, были нормы, которые все это регулировали. Но это зависит от общества. Прямо сказать. Ну, бывает общество, в котором можно съесть ребенка. Действительно, когда английские моряки припрыли куда-то в Полинезию, они удивились. Нет, ну, я в данном случае обращаюсь к практикам, которые в Южной Америке, например, были в Ацтеках, когда жертвоприношения существовали. Ну, да, да. Не хотелось бы жить в обществе. Нет, так я же не говорю, что хотелось. Я не выношу ценности нахождение. Нет, я согласен. Вот у вас есть экономические стимулы, и они как закон. Вот это закон. Вот есть закон физики, да, гравитации. Вы против нее не попрете. Вот вы не попрете против экономических стимулов. Никогда. Вам нужно просто понять, как они работают. Становишься понемножку на путь мейнстрима. Не-не-не. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok